вот байк который я себе снимал honda sundiro ну в целом по городу кататься хватает зажимаешь кнопку здесь на русский разгоняешься свыше до 50 километров а так на спидометре скорость указывается 25 такое не совсем явное увеличение скорости для сотрудников полиции здесь на one minute есть мой паспорт принес я байк сдаю самый маленький шлем у меня разыгрывал предлагал говорит может тебе детский шлем с такими шипами тогда тебе точно остановит гаишники ладость я завершу с ними досниму сматываюсь я из лаоса прямом смысле без особого сожаления ухожу сейчас переверну камеру чтобы показать город широкоугольную камеру сейчас делаю ну вот город я не снимал практически здесь нечего снимать только разве что местные достопримечательности постройки но я не люблю ходить смотреть на постройки мне это не интересно меня это не вдохновляет мне больше нравится природа но затем монах поздоровался но чтобы смотреть природу нужно выезжать за город лучше всего на бензиновом скутере я взял в аренду скутер электрический так как я сошелся с владельцем салона по прокату на том что гаишников городе очень много под вечер их становится меньше но днем они здесь на каждой улице и я сам лично видел как в закоулке на моей улице на которой я арендовал постел вечером гаишник тормозил автомобиль осматривал документы они ходят их пункты не так заметны они ходят смотрел на меня как я обратил на него внимание хотелось я сразу отвернулся водитель тук-тука ну вот заищники ходят с пластиковым стульком с обычным стулом могут поставить его в любом месте сесть и это будет их незаметный пункт полиции сейчас перейдем дорогу так что я решил не рисковать к тому же первое самое впечатление о городе вы помните я говорил когда на пограничном пункте мне поставили штамп где указана дата въезда дата выезда один месяц они дают бесплатного нахожения для россиян когда поставил штамп говорит с вас 20 бат первая мысль за что это полностью бесплатно если меня я обижаю легально мне чего бояться первый раз туда въезжаю вторая мысль ну передо мной сидит военный сотрудник у него такая у них такие бежевая отдает золотой цвет наряд то есть все полностью брючки рубашка хотя там в рубашках жарко сидеть кепка военная ну выглядит как бы презентабельно если просит значит надо дать даю деньги он берет просто убирает их себе в стол это очень иронично эта ситуация выглядит никаких соответственно ну чеков мне не отдает и он даже по моему деньги же попросил когда поставил штамп и протянула документ поставил положила на нас на столик поближе ко мне то есть фактически я мог сказать такие деньги у меня нет или за что ты совершаешь преступления за что требуешь деньги ты совершаешь преступление вот но потом уже просто осознал вот они и дело в том что я читал форума о прохождении границы и эта информация была там указана что они просят деньги но я на это просто не обратил внимание пока вот сам лично этого не коснулся тогда только меня это за трое затронуло и я и и за дело начинка начинать страной с обмана не очень хорошо по моему так рука затекла затекла переключусь на фронтальную камеру понимаете в дальнейшем здесь мои впечатления пола пола оса довольно скверные честно говоря не то что прямо совсем здесь нельзя оставаться нет здесь есть за городом жилье рядом с водопадами бунгало всего за 250 рублей в день живете для летом на зимовку отлично приезжать если у вас есть накопление переждать зиму за два 250 рублей в день в россии вы нигде не арендуете и жену а ну и вот что еще из минусов сейчас пройдусь только по минусам выпуск будет такой достаточно непозитивной парковки если вы хотите припарковаться где-то рядом с набережной там где гуляют люди рядом с торговым центром все по парковке они чита и нужно платить деньги за то что припарковаться таиланде пожалуйста ты заезжай в торговый центр внутрь на парковку парковка бесплатная нигде в таланте меня не брали за парковку денег здесь все занято кем-то ну распро то есть место застолблено кем-то и платить и денежку пожалуйста потом я сейчас двигаюсь направление автобусной остановки чтобы ехать границы с таиландом google картах расписание автобусов да не то чтобы расписание просто их движение название номеров их маршруты не указано то есть я сейчас пойду на остановку на которую я приехал и буду ловить автобус естественно там полно тук-туков но они просят много денег так по поводу чего чего я не нажаловался по поводу фруктов ну цена на фрукты вроде как из фруктов я особо здесь уже ужимался по деньгам потому что много потратился так по мелочи вышла прилично из фруктов я брал брал только форму она вышла также примерно как в таиланде еда тоже примерно сколько же стоит я думаю что все будет дешевле так как страна бедная и поэтому продукт даже стоит дешевле в моем представлении но это не так нашел я доброжелательных людей и так постепенно здесь походил по вокзалу узнавал уже к те кто мне предлагали доехать с ними на мототакси они мне указали что они мне указали они не указали на автобусную станцию затем я проходила не говоря ты можешь девчонка улыбается ну вот затем они мне говорят все указывают вот сюда на расписание на 3.30 говорю нет это слишком долго они хорошо поехали на такси я имею маленькое количество денег они нет что-то мне рассказывают у тебя сумка посмотри подойдет какую автомату и сними огромное количество налички я говорю нет нет это здесь смешно но это для меня не пойдет но в итоге так постепенно они говорят вот подойди к этому автобусу сзади меня а станция на нонгхай вообще в другом месте этот автобус двигается будда парк будда парк написано парк будды и также здесь еще указано фрэнш и брич и еще какое-то обозначение девушка подвела водка к этой табличке и здесь фрэнш и брит брич я и говорю я смогу доехать данном кая она говорит нет и указывает на фрэнш и брич а это как раз может дружбы и здесь отправление видите более частые и соответственно сейчас вот 11 небо всем в 11.30 я уеду надеюсь я приеду куда нужно центра баз будда парк посередине тадуэ какой-то а вот фрэнш и брич чуть я не понимаю это а это ариф приезд приезд на фрэнш и брич в общем он двигается видимо потом куда-то дальше но я смогу на нем доехать как я пойду расплачусь в общем походу все хорошо вот окей билет до моста международной дружбы между лаосом и таиландом на автобусе обошелся мне 18 тысяч кип что уже совершенно недорого и вроде как не равняется 30 бат там давайте подумаем вместе на примере с водой за воду на воду у меня было 6 тысяч бат это было 6 тысяч кип и это равнялась примерно 10 батом но я округляю плюс так 9 чем-то бат может 9 и 30 копеек местных ну так вот 18 тысяч бат это умножаем на 3 а это то же самое 30 бат 18 все то же самое 30 бат проезды туда и обратно все сходится фрукты как я уже говорил в такую же стоимость но вот дурианы я ходил смотрел на упаковке написано 300 тысяч триста четыреста пятьсот тысяч что они все так интересуются что я здесь снимаю в принципе ну не в принципе дорогая очень цена для дуриана если за такой ладок в таиланде дадите 200 300 бат то здесь за то же самое 200 300 гип что уравняется примерно 500 батом за две дольки цена просто космос именно нужно нужно дуриан покупал я только я как уже говорил повторяюсь курму цена такая же но вот дуриан дорогой очень мой любимый фрукт так что еще могу сказать пока не могу ничего сказать нужно границу переходить потом соберу смысл скажу ну что все пересек я границу наконец-то я в любимом тачки получил штампик сейчас я его покажу депортация 3 января и так но в новой хавто сим-карт чет блин блин я только сейчас сообразил кубкун кубку нак краб большое спасибо когда мне что поставили я сказал сават савади то есть а я сказал сават мак краб то есть я сказал какой-то вообще хинею полнейшую я только сейчас понял он у меня так посмотрел типа странно иди уже чё ты тут несешь иди я тебе поставил штамп да я сказал бредятину копкун мак краб правильно большое спасибо девушки говорят к мужчины краб позорище не спрашивал обратных билетов спросил только куда я направляюсь а я направляюсь в банкок у такая птичка маленькая вообще какая-то малюска и не улетает совсем ну вот что хочу еще сказать здесь сим-карту я не покупал лавоску в лаосе я нашел выход я просто заходил в различные кафешки постелы но спрашивал я покупал для девочки какого как какого-то у них у кого они не понимали ага но смотрите есть те кофе н какао кофе какого вот что за какого потом уже когда подключился к их не точки доступа я показал через переводчик бил какого касса это кукуа ну вот я много где куда заходил пытался бронировать хостел и и в итоге у меня появилась сеть из бесплатных вай-фаев по городу также в торговых центрах в кафешках есть вай-фай и duty free здесь есть вай-фай так что я смог обходиться без тайской sim-карты так надо сейчас двигаться дальше пока ехал на автобусе до нонгхая выставил у себя в приложении в тиндере что якобы я нахожусь уже в лаосе мое местоположение поменял нашел девчонку себе сразу же и ожидания были очень большие но мы с ней увиделись и как-то сразу я понял что мои ожидания они были весьма преувеличены но не то чтобы она сильно отличалась вот картинки просто не моё ну я ей тоже не сильно зашел мы после этого не списывались что хочу сказать насколько я сильно я не зашел что а я говорю как ты думаешь откуда я подумай она говорит о я даже не знаю наверное ты из франции а у них здесь они были долго не знаю насколько долго но раньше они были здесь под французской оккупации представляете насколько сильно она меня не взлюбила что она приняла меня за француза вернулся в таиланд подхожу к ж.д. вокзалу и в голове песня вернуться бы в тот город где все тихо и спокойно на денек до городок вы знаете эту песню и вот она у меня сейчас в голове как мне здесь хорошо по сравнению с лаосом я думаю что в лаосе тоже можно ориентироваться и приспособиться но у меня нету на это времени мне нужно уже постоянно месяц места жить в бангкоке два месяца путешествовал пока она хватит что хочу сказать здесь на выезде из лаоса офицер иммиграционной говорит с тебя 20 бат за штамп я ему говорю for what за что угарит 20 бат все равно типа не понимает я говорю ой ой 20 бат все равно я говорю it's not legal ничего не знаю 20 бат вот ваш паспорт я забираю паспорт думаю может быть он поставил и тут уже действует закон свободы выбора или как там свободной воли хочу даю хочу не даю открываю паспорт а он мне говорит но уж там нет штампа хотел ему сказать что он совершает преступления а ю кандюх рай может быть что-то вроде этого но у меня не хватило мозгов и он говорит нету 20 бат нету штампа вает окей не хочешь платить возвращайся обратно в лаос ну как с таким отношением это не гостеприимно но я ему заплатил естественно так что если я думал в начале что они ставят то что потом запрашивают деньги то это не так если у тебя нет денег ты даже не сможешь выехать из лаоса а